ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА — Какие достижения, какие успехи наших спортсменов порадовали в этом году больше всего? Что мы запомним? — Да, год завершается. Успехи определенные, конечно же, есть и в подготовке спортсменов, и в проведении в организации различных соревнований. Хочу сказать, что на сегодняшний день у нас более 4 тысяч спортивных сооружений в республике. И обеспеченность очень высокая спортивными сооружениями. И главное, наверное, сегодня для жителей республики есть возможность выбора, чем заняться, каким видом спорта. И главные результаты. 40,5% жителей у нас занимаются физической культурой и спортом. Сохранены у нас все спортивные школы. 53 спортивные школы функционируют. Это более 34 тысяч занимающихся в этих спортивных школах. Наверное, это главные показатели, что есть стабильность. И подготовка спортивного резерва выстроена и дает свои плоды. По итогам 2017 года у нас рекордный показатель. И мы не перестаем об этом говорить. 174 спортсмена у нас вошли в состав сборных команд Российской Федерации. Более 100 спортсменов у нас приняли участие на международных соревнованиях. Это более 100 медалей. Это впервые, да, у нас такие показатели? Да, показатели действительно есть, чему радоваться. Это по многим видам спорта. В частности, 23 вида спорта. В 23 видах спорта у нас представлены наши спортсмены в спортивных сборных командах Российской Федерации. По подготовке спортсменов-разрядников, спортивных званий тоже мы идем хорошими темпами. 42 спортсмена у нас выполнили норматив мастера спорта России. Более 500 спортсменов-перворазрядники. Более 200 кандидатов в мастера спорта. Это действительно показатель выстроенной системы. А по организации проведения спортивных соревнований у нас по календарю, единому календарю спортивных мероприятий Республиканской, это более 300 соревнований у нас запланировано, которые мы уверены реализуем. Практически каждый день у нас что-то происходит. Да, реализуем обязательно. И кто-то где-то побеждает. Да, и в части проведения всероссийских соревнований, это около 80, ну, немножко есть, наверное, проблема в том, что в связи с отсутствием стадиона, который ведется сейчас, работы строительные по подготовке к чемпионату мира, она у нас определена треночной площадкой, и поэтому мы, конечно же, в этом году отказались от проведения легкоатлетических соревнований, а так ежегодно мы проводили 6-7 соревнований. Но главное у нас стадион получит новые дорожки, обновится этот стадион, и, думаю, со следующего года у нас уже легкоатлеты станут полноценными хозяинами стадиона. Впереди нас ждет такое событие, очень грандиозное, впервые в Чувашии будет проходить Кубок мира по вольной борьбе среди женщин. Расскажите, как идет подготовка, мероприятие серьезное? Да, осталось немного времени. Подготовка идет полным ходом. Приезжали и комиссии международные, и Всероссийская Федерация постоянно на связи, и приезжают. Сегодня главное подготовить все места для тренировок, места непосредственно проведения Кубка мира, это Ледовый дворец, само оформление, есть определенные требования к оформлению этих залов. Определены и места размещения спортсменов и тренеров, судей, места питания. Думаю, все вопросы сейчас в планном режиме, в ежедневном режиме мы решаем, и мы получим действительно спортивное шоу, о котором много говорили, мы получим, и зрители будут довольны, потому что составы команд определены по итогам Олимпийских игр. Это первая восьмерка сильнейших сборных команд мира по вольной и женской борьбе. И приедут однозначно сильнейшие составы, потому что Кубок мира – это престижнейшие соревнования. К слову, сборная Японии, она сейчас уже огласила свой состав. Там приезжает первый номер мирового рейтинга, чемпионка мира. Приезжает молодая команда, приезжают две победительницы первенства мира. Наша сборная, она тоже не слабая, и наши чемпионки Европы, там в составе четыре чемпионки Европы будут представлять. Думаю, будет интересно. В общем, можно пригласить и жителей республики, да, и стоит выехать. Конечно, стоит прийти, поболеть, поддержать всех спортсменов без исключения, потому что соревнования командные, здесь каждый спортсмен борется за командное очко, стенка на стенку, как мы любим говорить, и, думаю, будет большое зрелище. А в продолжение у нас уже будет проведен ежегодный открытый Кубок России на призы главы Чуварской республики. Уже соревнования также очень престижные, потому что есть соответствующий призовой фонд этих соревнований. Они уже личные соревнования. Каждый спортсмен будет бороться уже за себя, не за команду, а за себя. Предусмотрены интересные призы, наверное, уже вы слышали, это матрешки. Кроме медалей, дипломов, вот они получат еще и оригинальный такой приз памяти у России, памяти Чувашей. То есть мы сможем узнать самых сильных женщин? Конечно. Имена этих женщин? Да, обязательно. Хорошо, тогда заглянем немножко в будущее, в следующий год. 2018 год – это год зимних Олимпийских игр. Наши спортсмены готовятся, едут? Да, уже надвигается у нас 2018 Олимпийский год. Подготовку в составах сборной команды России ведут и спортсмены по биатлону, и по фристайлу. Уже начинаются первые этапы Кубка мира, в которой будет уже включена состав сборной команды России Татьяна Акимова. Уже первый этап пройдет в скором будущем. А по фристайлу у нас Лана Прустакова, Дима Малиндеев, также они готовятся. Здесь, конечно же, очень сложно, потому что нужно набирать рейтинговые очки. Нужно быть не только лучшим в России, но еще и в числе сильнейших спортсменов мира. Поэтому хочется им пожелать успешного выступления на отборочных стартах. Главное, чтобы не было травм. А наши спортсменки, они молодцы, они сумеют сделать все возможное, чтобы попасть для участия на Олимпийских играх. Спасибо большое за интересную беседу. Я надеюсь, что наши спортсмены всем пожелаю удачи, достойно себя проявят и покажут и в этом году, и в будущем. И приходите к нам еще. Спасибо. Всего доброго. Это была программа «По существу». До встречи в эфире национального телевидения «Чувашия». До встречи в эфире национального телевидения «Чувашия».